Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас снова на канале Виктор Акадьевич Тюлькин. Всем привет! Виктор Акадьевич, ну сложно было не заметить, наверное, все уже в информационном поле пестрит предвыборными новостями. И мы, соответственно, тоже вошли в эти баталии предвыборные. И на этом фоне хотелось бы отметить, что сравнительно недавно произошла такая интересная, скажем так, дискуссия, да, и не одна, на канале Радио Аврора. Сначала целый ряд видных левых деятелей обсуждали политическую стратегию, предвыборные альянсы и так далее. Это и Спицын, и Заочно Платошкин, и наш товарищ дружественный блогер Семин. А потом, собственно говоря, к этому процессу подключили наших товарищей из Новосибирска, с канала «Красный поворот». И вот тут уже дискуссия вышла, скажем так, за парламентские рамки, в том числе в терминах, да, и достаточно много интересного друг другу наговорили. Хотя начиналось вроде все так прилично. Критический ролик наших товарищей из «Красного поворота» был вывешен на канале «Авроры». Их пригласили для дискуссии, предоставили слово. Ну а потом вот начался обмен какими-то, то есть, закидываниями, непонятными аргументами. Собственно говоря, вылилось, на мой взгляд, в какую-то даже ругань. Вот отслеживали бы вы эту ситуацию, и что вы по ней можете прокомментировать? Ну, как в таких случаях говорил Йосип Виссарионович, да, оба хуже. Но он про уклоны говорил. Да, это в данном случае про позиции, что ли. Значит, смотрел я и передачу, о которой вы вспоминали, где, значит, левоватые профессора, историки, там, политологи, так они себя называют, по крайней мере, да. Представляются. Да, да, да. Рассуждали про выборы, а фактически проводили одну мысль, что другого пути, как идти голосовать за КПРФ и Геннадия Андреевича нет. Ну, примерно вот все это выходило. И только, значит, Семин выразил сомнение, так, этой позиции. Тоже со ссылкой на Владимира Ильича, там, и так далее. Значит, это я смотрел. Дальше я смотрел уже по просьбе наших товарищей их, ну, будем говорить так, диспут, да. Значит, думаю, что наши, значит, новосибирские друзья, Крупенько и Мецлер, они, в общем-то, пытались правильно зажить мысли, но умелые, умелые говоруны, значит, вот эти левоватые, они свели дело к тому, что, значит, начали выяснять личные отношения, сам такой, где там эти самые меньшевики, оппортунисты, еще кто-то. И за этим делом уплыло главное, суть вопроса. Слушай, ну, выборы-то все равно будут, да? Никуда не делали. Людям-то чего будем объяснять? Поэтому мне бы казалось, что надо, значит, осветить суть вопроса, коснуться теории, объяснить, провести анализ сегодняшнего дня и чего-то посоветовать. Причем посоветовать или высказать мнение. Они могут быть разные, да? Но это должны быть мнения, которые люди как-то отстаивают и ради чего передача ведется. А наклеить друг другу ярлыки, значит, от этого, ну, может быть, личное удовлетворение получили эти ребята, да? Ну, мне кажется, это непродуктивно. Поэтому я предлагаю нашу сегодняшнюю передачу посвятить тому, чтобы проделать вот ту самую работу, которую, господа профессора, левоватые левые политологи и наши товарищи, и блогеры. Сейчас это модно. Ну, может быть, да. Поэтому я предлагаю вот с точки зрения РКРП разобрать теорию этого вопроса. Ну, вот, да, я и хотел сказать, давайте сначала от печки, с теории начнем. Что гласит теория, вот, в вопросе по выборам? Если очень коротко, я бы, значит, отметил следующие моменты. Первое. Известно, что буржуазная демократия – это наиболее устойчивая форма реализации диктатуры буржуазии во всем мире. Почему? Вот почему это так? Очень просто это объясняется. Тем, что создается иллюзия для большого количества людей и граждан, что они на выборах что-то действительно решают. И это по-человечески понятно. Во-первых, исходя из истории вопроса. Ведь когда-то большевики бились за то, чтобы были прямые, равные, тайные, честные выборы учредительного собрания там или, значит, представительных органов власти и прочее. И вот со временем, когда во многих, если не в большинстве буржуазных стран, каким-то образом это дело, значит, было завоевано, дальше, естественным образом, так, значит, правящие классы, капитал, они, опять же, в соответствии с формулой марксизма, значит, господствующей идеологией является идеология правящего класса. Безусловно. Поэтому, значит, все выборы устроены таким образом, что побеждают деньги, побеждают ресурсы, побеждают капиталы. Свобода собраний для кого? Для тех, у кого есть помещение, у кого есть соответствующие ресурсы. Свобода агитации для кого? У кого есть газеты, телевидение, радио, блогеры там проплаченные и всякие разные другие. Ну и так далее. Понимаете? Поэтому буржуазная демократия – это форма реализации диктатуры в буржуазии и наиболее устойчивого штуковина. И для нас, еще наши учителя Маркс Энгельсон, причем в манифесте Коммунистической партии в букваре, оставили нам образное такое выражение, что раз 4-5 лет в какой-то срок избиратели приходят на выборы, голосуют и выбирают, кто будет обеспечивать управление их эксплуатацией в следующий срок. Вот вся суть буржуазных выборов. И поэтому уже Владимир Ильич, который ближе к нашей действительно исторической и по духу нам, он уже, когда разбирал эту теорию, говорил, что проповедовать, что с помощью выборов буржуазных можно обеспечить победу и смену строя политического, могут только или идиоты, или негодяи. Вот дословно практически вот цитата. Поэтому дальше было введено, значит, в оборот выражение известное всем, в том числе, левоватым профессорам, нашим товарищам о парламентском кретинизме, да, исторические примеры с этим делом, ну и прочее, прочее. Поэтому вот из истории вопроса мы должны, значит, выйти вот на эту тему и дальше перейти к анализу вот сегодняшнего, что ли, момента. А почему? А как? И что в данном случае действительно и работает. Что устарело, может быть. А что лет прошло там? Ну это, это известный тезис. Вы, дескать, не на то опираетесь. Да, 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 да. Поэтому вот как здесь это самое, ну вот рассмотреть этот вопрос. Я думаю, что те профессора в данном случае, которые, значит, дружно, очень дружно опирались на ленинскую работу, якобы, да, детская болезнь левизны в коммунизме, кричали, вот же, Ленин, то сказать, Ленин призывал участвовать в выборах. Значит, как вы можете отрицать? Это они и Семину, и нашим товарищам говорили, и так далее. Я думаю, что вот здесь они, ну, первое такое совершали большое лукавство, а может быть и просто откровенно врали, да, не такие же они дураки, все-таки какие-то степени там профессорские им за что-то давали. Почему? Ну, что Владимир Ильич специально писал эту книгу для того, чтобы передать опыт большевиков, значит, коммунистам других стран и других времен, и для других, может быть, ситуаций, когда писал, что не может быть готовых рецептов на все случаи жизни. Надо свое масло в голове иметь для того, чтобы разбираться и применять. И показывает, что бывают случаи, когда надо бойкотировать, да, безусловно. А бывают случаи, когда наоборот, вот там мы вторую и третью думу бойкотировали, а маху дали, а надо было, значит, участвовать и выбирать, и двигаться вперед. Но при этом, о чем умалчивают вот эти самые, как и Синицын, там, Спицын, Колпакидий, они о главном умалчивают, что Владимир Ильич ведь специально и несколько раз подчеркивает, что ругать-то надо не парламентаризм как таковой, да, а неправильное его использование коммунистами. Что бывают случаи, когда надо участвовать в выборах, но вся соль момента заключается в том, чтобы использовать их по-коммунистически. Не для того, чтобы пролезть в парламент, голоса набрать или что-то, а для того, чтобы вести пропаганду, агитацию, используя внимание к этому вопросу, и для того, чтобы проводить работу по революционизации масс. Грубо говоря, из выборной кампании и партия должна выходить поливевшая, и ее избиратель должен выходить поливевший. Помните, Ленин это очень образно выражался, что надо гнать вождей негодных и поставить на их место годных вождей, которые могут организовать работу и дел. Надо дойти до самых простых народных кабачков, чтобы там вести агитацию, спуститься там в каждый цех, фабрику, курилку, чтобы объяснить эти задачи как. И сам смысл заключался в том, чтобы использовать эти возможности для того, чтобы развивать борьбу вне парламента. Вот смысл. То есть два подхода есть. Первый. Давай-ка мы замеряем среднее настроение и шапкой постараемся его накрыть. Поширьше. Поширьше. И пенсионерам, и детям, и бабам цветы, и, значит... И собачникам, и кошатникам. И припарки, и добавки, и бизнесу, и малому, и большому. И получить больший процент. Это первый подход. А второй подход, это вот этот центр настроений, попробовать сдвинуть влево для того, чтобы сказать, ребята, пока сами не научитесь бороться, хоть за что-то, хоть за кусок хлеба, за зарплату, за зарплату, ничего не будет. Ну, в гимне так сказано, никто не даст избавление, только своей собственной рукой можно чего-то. Виктор Акадьевич, тогда с этой точки зрения, вот нынешняя парламентская позиция, она как, выполняет необходимую задачу, или не дотягивает? Или вообще не в ту сторону идет? Или никуда не идет? Вот здесь для наших слушателей, опять же, для наших слушателей, ну и заодно для профессуры, блогеров... Блогеры, да, блогеры. Это важно. Без блогеров нельзя. Без блогеров тоже. Знаешь, вот специфика сегодняшнего момента в России, я бы считал просто необходимым ее отметить особо, и мы, значит, кстати, на международной партии системы SolidNet это в докладах излагали. Она заключается в том, что система политическая управляется не только на выборах, да, но буржуазная власть формирует эту систему. Она сама определяет, кто будет исполнять роль правой партии, кто левой, кто оппозиционной, кто социал-демократический и так далее. То есть, я берусь утверждать и доказывать и профессорам, и блогерам, ну, прежде всего, своим товарищам и нашим слушателям, что в России эта система искусственно создана таким образом, что только те, кого Кремль сам подобрал, вычислил и выпустил на выборы, могут в них участвовать. Дальше также подбирается и выпускается целая система спойлеров. Чья задача дурить народ, оттягивать маленький кусочек голосов и дискредитировать движение. Типа Сурайкина с его, называется, коммунисты России, и прочее, прочее. Поэтому, вот эта специфика сегодняшней России, она, конечно, чрезвычайно затрудняет, значит, работу рабочих коммунистических организаций, и именно эта специфика, она, я так понимаю, вот подтолкнула Константина Семина в этой дискуссии, сказать, что и нечего на эти выборы обращать внимание, ситуация не та, система не та, партия нет, поэтому участвовать нечего. Все это обман, и дурят народу. Вы все-таки считаете, что участвовать надо? Это, во-первых, не я считаю. И когда надо, когда не надо. Значит, Владимир Ильич. Что Владимир Ильич считает? Да, вот мы с Владимиром Ильичом считаем, что ведется политическая кампания. Внимание к ней есть? Есть. Повышенное. Уже сейчас люди подходят и спрашивают, участвуйте, не участвуйте, и что делаете? Количество людей еще обманывается, верен, ведутся, околпачены, да? Поэтому, раз это внимание есть, значит, надо работать. Я пока не говорю участвовать, я говорю, работать надо. Но это уже участие? Разоблачать, разоблачать вранье, это участие? Да. Вот этим надо заниматься. Разоблачать и не отдавать ни одного голоса тем самым, которые и пенсионную реформу, и поправки Конституции, обнуление сроков и вообще дурят народ. Партия в народе именуемость жуликов и ворами. Уже работают так далее. Следующий вопрос встает, слушай, ну что же делать, голосовать-то за кого-то можно или нельзя? Вот я к этому и пытался подвести. Так вот, к сожалению, к сожалению, вот прямо и откровенно говорю, что среди тех партий, которые сегодня допущены до выборов, прежде всего я имею в виду те партии, которые идут на выборы без сбора подписей, тех партий, которые работают на главную задачу, а именно на развитие собственной борьбы трудящихся, вот таких партий нет. Этим не занимается ни Справедливая, ни ЛДПР, ни там, это тем более Единая Россия. И, к сожалению, КПРФ, которая себя называет коммунистической, этим тоже не занимается. Они свели всю свою агитацию и пропаганду к чему? Вот у нас есть программа, и если бы мы, так сказать, смогли уговорить президента, вот тогда бы мы рванули вперед, а что-то тут изменили бы. Ну и что? Президент 20 лет в власти, он что, не знает их программы? Я не слышу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok